Друзья, привет! Расскажу вам о своем третьем трипе. Я бы не сказал, что он очень интересный, но он очень интересный был тем, что я его начал, свой третий трип, на мухоморе пантерном. И как я начал на мухоморе пантерном, то есть это получилось довольно-таки, ну, можно сказать, что случайно, но, скорее всего, не случайно. Я себе развел бутылку кефира, да, как обычно я делаю сому, развел бутылку кефира и развел в нем 12 грамм пантерного мухомора. 12 грамм – это два хороших трипа. И я это стал делать, как микродозинг планировал. Вот. И почему я взял пантерного мухомора? Потому что он меня начал звать. Он мне снился во сне и снился прям конкретно. Он конкретно, блин, прям зовет. Вот. Есть такое выражение, говорят, тебя позовет, говорит, то или иное растение, или вот мухомор тебя позовет. Он реально, блин, звал. То есть он... Это у меня выходят сейчас сущности, то есть у меня вышла сущность из легких. И осталось просто пустое место, и как бы осталась незаполненность небольшая, кашля уже нету. Осталось только вот то, что вышло. Ну, пустое пространство. Короче... Он звал. Он во сне мне начал сниться. И прям сниться конкретно и... Ну, короче, сон идет, и везде снится пантерный мухомор. Сны короткие такие были, по несколько минут примерно. Я помню, что это буквально до двух часов ночи случилось, и в течение часа мне вот два сна просто не приснилось. Точнее, в течение двух часов. И, короче... Он мне снился таким образом два раза. В течение двух часов. Два раза. Один сон закончился, начался следующий. Опять, блин, с ним же. С пантерным мухомором. И они практически повторялись. Но я это распознал еще ночью, да, после... Когда во сне просыпаюсь, что вот он зовет. Я уже знал про это. И я ему такой... Ну, ладно. То есть, даю ему такое, как бы, обещание, да, что я тебя попробую. И сны перестали сниться. То есть, опять заснул, и все. Больше этот сон не снился. И через какое-то время, в течение этой недели, да, я себе микродозинга развел. Мухомора. Очень интересный эффект, когда я его развел. А еще в свое время насмотрелся фильмов про бледные поганки. Ну, про грибы я как бы узнавал все, да. И когда я собирал пантерный мухомор, некоторые просто без точек идут. И прям такое у тебя, знаешь, сомнение. То есть, если сомневаешься, без точек пантерный мухомор не бери, если сомневаешься. Потому что есть такие поганки, которые бледные, да. Они такие, как зеленушки. Их иногда, очень часто, говорят, путают с сыроежкой, зеленкой. Зеленушкой или как он там. Поэтому, если сомневаешься, любой гриб, что угодно, не рви. Хоть даже бывают такие полукрасные, слегонца красные мухоморы. Если не уверен, не рви. Любой гриб, если ты его не знаешь, это как сапер, понимаешь. Он тоже ошибается один раз. Грибник тоже так же ошибается один раз. Потому что начнется деградация печени и так далее. То есть, очень аккуратно все надо это делать. То есть, ты должен быть знатоком грибов. Потом. Вот он меня так позвал. И я микродозил. Потом думаю, дай-ка я попробую. А у меня там кефирчик. И, то есть, если я 12 грамм в бутылочку-то растворил. Если все равномерно размешал. То получилось полбутылки. Это как раз-таки 6 грамм. И я, короче, полбутылки жахнул. Ну, такой, думаю, ну ладно. Жахнул, короче. Меня стало... Ну, короче, пошел трип. Все такое. Я уже приготовился к смерти эго, как полагается. То есть, как мои первые два опыта. И, кстати, во втором трипе у меня эго умирало два раза. То есть, я как бы отстреливался. То есть, при мне уже был божество в это время, уже было подключено. И два раза умирало эго. И оно умирало так просто и так быстро, что просто ты уже на автомате. Отстрелялся, как из пулемета. И во второй, вот в третий раз, когда трип случился, я уже жду. То есть, тело... Я вначале спал. Под мухомором, парапантерным. Тело пока не отделяется. Спал, просыпался, спал, просыпался. У меня даже видео есть. Я вставочку сделаю. Сидишь, как... Дрыхнешь такое, слюни пускаешь. Это где-то два часа длится. То есть, два часа тебя подключают. Это вот подключение идет. Мустимол пропитывает твое сознание. Пропитывает все, да. И в этот момент происходит подключение. И первое, что опять руки. Начинаешь смотреть. То есть, отделилось тело, нет. А ты прям четко ощущаешь, что тело, все, вот оно уже не твое. Оно уже не твое, это уже не ты. Тело отделилось уже. Прям четкое, четкое отделение. Невозможно его спутать ни с чем. Как будто ты знаешь, одежду с кожи снимаешь. Со своей кожи снимаешь одежду. И ты понимаешь, что вот эта одежда, она не твоя. Все уже. Она такая снялась. Она к тебе вообще никакого отношения не имеет. И то же самое происходит с твоим ощущением отделения тела вот этого. И тело отделилось. Ты такое это все распознал. И, блин, у меня сразу включился диалог. То есть, я немножко такой. А, немножко, когда тело, ты ощутил, что оно уже отошло, да. И тебе нужно все время пройти через слои. То есть, все время, как будто ты проходишь. Я вот, например, в некоторых трипах у меня там есть такое, что я такой прохожу как будто. То есть, как будто я физически так проталкиваю их. Эти слои. А ты их такой, как раздвигаешь. Эти слои как раздвигаются. Чтобы тебе подключиться. Ты уже знаешь, куда подключаться. И ты эти слои раздвигаешь. Прям вот так вот прокарабкиваешься. Такой ты вот так вот. Опа. Но эти слои не так, что ты прокарабкиваешься. А ты их осознаешь. То есть, иногда в трипе я сижу вот так вот. Я сижу такой. А самое интересное, что в этот момент ты, может быть, ты даже и не двигаешься, а в этот момент ты проходишь через эти слои. Ты такой задумался, ты втыкаешься. Но ты не втыкаешься. Ты эти слои проходишь. Пока не подключишься. А когда ты подключишься, у тебя начнется все. Ты прям чувствуешь, что ты подключился. Тебя так обдает. И у тебя начинается чистейший диалог. У меня, по крайней мере. Я? Бет-трипа нету мне как такового. Он, когда отдельно... Ну, он нужен для отделить тело от ума. Потом он становится темно. Недавно. Просто идет открытие. И у меня сразу начинается диалог. Потом мне в голосе... Голосом отвечает. Когда я думаю... Ну, не думаю, а когда... Как побольше кого-то отвечает. Бог. Сокол. На самый верх. Ты саму все время рассказывает. Да. Самый верх и далеко. Как брауз. Ну, так и есть. Самый верх наш вселенный. Да. То есть брауз. Ну, что ты разговариваешь. Да. Браума разговаривает. Высший бог нашей вселенной. Просто стал говорить. Слышу голос, да. Стал слышать его четко. Четче. И... Кажется, что с ума сходишь. Да? Да. Но... Этот голос, это бог. То есть, говоришь с богом. Да. Самым верхним. Браума. С тем существом. С существом. С тем создателем тебя. Который дал частичку. Своей тебе. Который обладает той частичкой. Которой дали ему. И туда, и туда. И так вот пошло выше. Вот она частичка творца. И... Они творца знают. Они его ощущают. Они его знают. Потому что... В определенный момент. Ты ощутишь и себя. И вот этого бога. И творца единым. Ты ощущаешь творца. Его просто тяжело распознать. Потому что он един с богами. Он един с тобой. Вот. И иногда ты даже не разделяешь. Где творец. Где бог. Где ты. Иногда все становится таким единым. Но это в определенный момент. Не в третьем моем трипе было. И у меня в третьем трипе просто был диалог. Конкретный. Я такой спрашиваю. А что когда эго-то умирать-то будет? У меня такой вопрос. А ты что хочешь что ли? Я говорю. Не знаю. Попробовать. То есть. Мне уже сказали. Что ты что хочешь умереть что ли? Опять эго умереть. То есть мне не обязательно это делать? Мне даже не обязательно помирать. Каждый раз. Просто в трип зашел и все что ли. Еще поговорить просто. Я такой. Ну. Попробовать. Еще раз. Потому что интересно. Потому что тебе уже интересно это стало. В первый раз это как-то жутковато. А потом вот последующие мои трипы. Да. Вот эти вот умирания эго. Они уже были такие знаешь как качели. Это вот такие. Ты туда прям натурально ныряешь так. Как американские горки вот эти вот. Ты туда плюхаешься. Ну вот. И. Тебе уже это интересно становится. Азартно. И ты такой. Я спрашиваю. То есть. Что мне можно не умирать? Он говорит. Ну да. А потом попозже мне уже отвечают что. Я говорю. Ну что когда это то? Смерть. Он говорит. Когда эго будет умирать? Он говорит. Ну какое эго? Нет уже эго. Нету. Оно уже все. Я говорю. Что я больше не буду эго умирать? Он говорит. Нет. Говорит. Ну только если захочешь. Мы еще раз можем. Говорит. Окунуть. Вот. Но. Тебе это уже не нужно. И. Это вот мой трип. Третий. Да. Там в основном диалог. А как вот это все поверить? То есть. Я сейчас сам как дурак. Как идиот. Сижу и разговариваю. И мухомор на меня. Не действует. Это вот то что. Он на меня как бы не это. Не действует. Пантерник блин. Ни хер на себя. Не разнесся. А. Мухомор для связи. И. Как это? Как связь? Ответы на мои вопросы. На всякие вопросы были дурацкие. Потому что я их нифига не подготовил. Я это сделал спонтанно. Я вообще спонтанно решил. В этот. В этот раз. Трепануть. Я просто. Смолю такой на бутылочку с кефиром. Это был день. Днем было. Да. Я думаю. Ну что такое? Попробую. Попробую. И раз в пол бутылки. Получается где-то 6 грамм. Пантерник. Я такой шик. И. Кстати. Я там спросил четкую дозировку. Сколько мне надо. И мне нужна дозировка 5-6 для пантерника. И 20-25 для красного. То есть мне четко дали дозировку. Это моя дозировка. Я свою дозировку проработал. И я ее как бы узнал. У всех разная дозировка. У женщин дозировка ниже. Вот. Но это если в аккурат пытаться попасть куда-то. С дозировки что я могу сказать? Что. Вот если я допустим 20-20. То это где-то 2-3 часа трипа. То есть дозировка может увеличить время трипа. Вот этого тотального. Который с подключением. Вот. Это было конечно офигенно. Потому что ты в восторге от того. Что ты барьеры эти снял. Мне. Я спрашиваю. Мне можно. В любое. Ну сколько. Как мне часто можно. Треповать и подключаться. Мне сказали что. Абсолютно безграничное количество времени. В любой момент. Когда захочешь. Просто иди и все. Тебя тут всегда как-то примут. И. Не можно так часто с грибами выходить. В любое время. Я так постоянно. Вот так легко буду уходить. Вообще. Без умирания. Хочешь помирить что ли? Попробовать еще раз. Ну вроде как отстреляться. Не знаю. Так хорошо. Офигенно вообще. Что еще могу сказать. По третьему трипу. То что. Ну да. Я скажу. Посказал что он уникален. И то что. Там. Давалась информация. Которая. Ну которую. Не желательно. Пока что озвучивать. То есть. Это как знаете. Как. Много информации было. Очень много. Это как. Ты что-то хочешь. Какое-то предприятие затеять. Или еще что-то. Да. Да. Или что-то сделать. И. Если ты это как бы озвучишь. То если ты это как бы и не сделаешь. Или не сможешь сделать. То ты будешь как пиздобол. Понимаешь. То есть. Поэтому. Лучше не озвучивать. Пока не будет сделано. Поэтому сделай. Потом озвучь. Или если у тебя уже точно это все будет. Как говорится. Происходить. Ты можешь это как бы анонсировать. Тогда да. Вот. А так. Чтобы не быть конкретным пиздоболом. Помолчи. Помолчи. Это я так и сделаю. Вот. Да. Кстати. Мне точно. Мне даже не показалось. Что. Пантерник. Мне мягче. И. У меня было такое ощущение. Прямо четкое ощущение. Что он меня любит. Вот именно Пантерник. Красный. Он такой. Безразличный какой-то. Ну такой. Суровый. Красный. Мне показался. А Пантерник. Он прям такой. Мне показался очень мягкий. И. Прямо. Как будто я почувствовал. Вот эту любовь. Да. Потому что. Вот. Когда он меня звал. И. Потом. По ощущениям. Потому что. Я заметил. Что. Вот это у меня. С Пантерником. Один раз. Да. Из пяти моих. Трипов. И. Я чувствую. Что он мягче. Он прям мягче. По ощущениям. На два вещества. Как говорится. Выше. Да. Там какие-то. Вот. И. Для меня он такой был. Прям мягкий-мягкий. Очень понравился. Мне на самом деле. Я его. Кстати. Мало насобирал. Потому что. Я. Очковал. Некоторые моменты. Мне не нравились. А потом я это распознал. Когда он. Блин. Уже это. Его мало было. А когда было много его. Я его. Что-то очковал. Весь брать. И. Очень многое. Повыкидывал. Или просто не брал. То есть. Я опасался. Потом со знакомым. И так далее. Посмотрел. Видео. Михаила Вишневского. О этих. О всех. Ядовитых грибах. Там у него. Проложенную. Этот. Бредную поганку. И так далее. И там вот эти видео. Я все посмотрел. И. Я точно знал. Что. Ну. Я уже теперь точно знал. Что это были. Реально. Пантерники. А не то. Что. Я предполагал. Опасался. Но. Ты должен помнить. Что. Если ты. Ты как сапер. Если ты сомневаешься. Болять никогда не бери. Ни шампиньеры. Никакую херню. Ничего не брать. Все запрещено. Все что ты не знаешь. Понял. Только. То. Что ты уверен. Вот так вот. Если ты уверен. Это подберезок. Берешь его. Если вообще не знаешь. Что это такое. Ни хера не берешь. И. То. Что очень важно. То. Что мне сказали. Что эго. Больше нет. И она умирать не будет. Нечему будет умирать. И. Действительно. Последующие. Два трипа. Которых я тоже расскажу. Там все. Эго не умирало. Там чистое подключение. Сразу же. Никаких бэттрип. У меня оказывается. Мне сказали. Что у тебя не было никогда. Никакого бэттрипа. Я сразу распознал. В бэттрипе. Это. Наебку ума. Я его сразу увидел. Потому что я тренировался. Видеть ум. На протяжении многих лет. Я его сразу распознал. И я сейчас видео сделаю. Как распознать бэттрип. И можно. То есть. Как можно бэттрип распознать. То есть. Как можно его закончить. Я не знаю. Будет действие на это видео. Или нет. Но. Кому-то может быть поможет. И я конкретно расскажу. Как действовать. Во время бэттрипа. Что нужно сделать. Если конечно. Потому что. Видишь. Я практически осознанно был. В этот момент. И. Во время бэттрипа. Точно был осознанный. Так называемого. Моего бэттрипа. Вот. И. Как люди себя ведут. В настоящем бэттрипе. Я не знаю. Только по. Видео получается. Там ужас ужас. Да. Но я могу. Все таки посоветовать. Что сделать. Людям. Когда. Вот у них. Такое. Придет. Настанет. Я могу рассказать. Про только свой опыт. И. Может быть. Кому-то это поможет. Возможно. Кто-то. Вот. Не будет. В эти. Круги сансары нырять. Не круги сансары. Да. А. Дежавю. Вот эти. Которые. Ум создает. Так что. Вот. Мой третий опыт. Он тоже. Уникальный. С пантерным мухомором. И. Да. Ребята. Это опасно. И. Это реально могут только вот. Бесстрашные герои. А. Я герой. Да. Себя не похвалишь. Да. Никто не похвалит. Ищите ситеров. Ищите проводников. Потому что. Твоя жизнь. Если ты уже. Решился на мухомор. Твоя жизнь. Должна продолжиться. Потому что. Ты. Уже познаешь. Что такое пробуждение. И. Твою жизнь. Ты просто обязан ее продолжить. Потому что. Даже если у тебя было. Все очень хреново. Ты. Самое что интересное. Все положение. Можешь исправить. Вплоть до выхода из круга. Даже если у тебя полный пиздец был. Полный пиздец. Если у тебя был. Ты можешь все исправить. Просто вот этими. Погружениями. Ты просто прорабатываешь. Прорабатываешь. Все. Вся херня. И почему мы не можем выйти из круга. Вот этого. Да. Сансары. Это все из-за того. Что. Наша голова. Забита говном. Она забита просто говном до отказа. Когда ты это говно разгребаешь. Все говно разгребаешь. У тебя приходит пробуждение. В начале приходит осознанность. Пробуждение. И если повезет. Очень-очень сильно повезет. Просветление. В жизни. При жизни. И повезет. Если будет просветление. В конце смерти. Когда твоя придет. Естественная или неестественная смерть. И если просветление придет в конце смерти. Это тоже. Это выход. Это выход из круга. Но пробуждение. Запомни. Пробуждение. И выход из круга. Это только пробуждение. При жизни. То есть. Если ты при жизни пробудишься. Только тогда ты выйдешь из круга. Если ты пробудишься в конце жизни. Ты из круга не выйдешь. Там пробуждаются все. Абсолютно все. Но выход из круга только здесь. И сейчас. Без вариантов. Не получится никак по-другому. Поэтому ты можешь. Всю жизнь просидеть в пещере. Промедитировать. Прозаниматься йогой. Бесполезной практически. Только разминкой тела. И не выйдя из круга. Пробуждение не будет. Пойдешь на следующий круг. Без пробуждения здесь. Только здесь и сейчас. Без вариантов. Так что смотрите мое следующее. Следующий видос. Ребята. Если кто-то может помочь в развитии канала. В развитии канала. У меня реквизиты под видео. Тинькофф и Киви. Кто может. Кидайте. Любые копейки. Я принимаю любую благодарность. Спасибо ребята. Трипуйте. Микродозите. Микродозите. Но очень аккуратно. С головой. С головой. Именно с головой это надо делать. Дружить со своей головой. Дружить со своим внутренним голосом. И делать это правильно. Всем желаю удачи. В подвигах. Микродозите.